Маленький нюанс. Маленький нюанс у меня о следующем. Вы знаете, я вас люблю. Даже невзирая на то, что кто-то меня ненавидит, я в любом случае люблю жителей города Магнитогорска, да и всех тех, кто меня смотрит. Почему я люблю жителей Российской Федерации? Почему я люблю жителей Советского Союза? Потому что вы мне нравитесь. Если вы мне не нравились, я бы уже давно уехал. Тем не менее, даже невзирая на вот эти тараканы и косяки, которые про меня многие вздумывают, мы будем действовать по уму. У нас в ближайшем будущем что? Давайте все-таки определимся. Тут уже скоро сроки-то наши-то и настанут. Да-да-да. И у нас будет длиннейшая неделя под названием «Новогодние каникулы». С 31 по там, я не помню какая. Надо посмотреть. Да-да-да-да. Самое главное, вот теперь моя любовь, именно она относится к вам. Конечно, кто-то из вас будет это дело употреблять. Если честно, то употребление, которое вы будете делать, вот у меня возникает вопрос. Почему у меня возникает данный вопрос? Потому что я знаю, что нормальных спиртных напитков в городе Магитогорске нету. Про пиво его не существует вообще. Я недавно проходил, посмотрел. Рядом с верхнеуральским пивом ничего не стоит ни по вкусу, ни по аромату, ни по удовольствию. Везде димедрол со спиртом и все остальное. Есть вода со спиртом. Причем спирт может быть очень-очень сложным. Поверьте мне, мне когда говорят, что алкоголь должен быть крутой, я говорю, крутой алкоголь, он на чем должен основываться? Так вот, самый крутой алкоголь основывается на том, куда не внедряется никаких дрожжей и сахара там тоже нету. Знаете, как он называется? Он называется чача, потому что это продукт дальнейшей переработки винограда. И там нету ни сахара, ни дрожжей. Доехали? Доехали? Доезжать надо, потому что вас травят. А потом вы... Я понимаю, о чем речь-то шла. Была такая дивная ситуация, но магнитогорцы пока еще не умеют это делать. Так это делают, как Владивосток. И поэтому мой вам грамотный совет. Это даже не совет, это моя просьба. Давайте все-таки весь наш Новый год мы произведем с качественными напитками. Качественные напитки, они какие? Давайте определимся, какие качественные напитки. То есть, если вы зайдете в любой ларек, в любой магазин, в любое место, там ничего нормального нету. В природе своей? Ну, просто нету в природе своей. Потому что там все работает на уничтожение вас, как человеков. Самый лучший вариант, это все-таки Верхневральское пиво. Я понимаю, кто-то хочет шампанское, пятое, десятое. Но найдете ли вы это настоящее шампанское? Хотя у нас все сейчас начинают говорить, что у нас начинается вина. Как бы вам сказать, что в атмосфере уже 33-й год пойдет, да? Как у нас тут капитализм сраный, блядь. Да. И вы думаете, что капитализм не умеет вас обманывать? Да вы что? Да ну вы что? Да как же это так? Только вас обманывают. После этого денег-то у них и нет. А кто-то сделал пивоваренную компанию в Верхневральске, вас не обманывает. Ну, просто не обманывает и все. Думайте, господа, прежде чем вы что-то будете для себя брать. И когда мне говорят о пиве, вот он, настоящее пиво. Вот так оно спокойненько наливается. И вы знаете, здесь сроки, а сроков не существует. Знаете, почему сроков не существует? Потому что умные люди смотрят, во-первых, мой YouTube, потому что в эфире мне почему-то запрещено, хотя с другой стороны, почему мне запрещено показывать хорошее пиво? Потому что Балтика вперед из песни, по всем федеральным каналам. Вино вперед из песни, по всем федеральным каналам. Может быть, какие-то тупорылы, что ли? Если везде по всем федеральным каналам то, то я понимаю, что лучший вариант, если бы я вам показал качественное пиво. Да это бог это случится, может у нас что-то за головой повернется на круги своя. Вот так вот, да. То бишь, почему здесь пиво быстро вылетает? Потому что вы его пьете. Это очень хороший вариант. То есть мы не будем говорить, что оно здесь выстаивается. Нет, 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 нет. Люди понимают, люди знают, люди ощущают то самое удовольствие. И когда мы говорим о нашем будущем празднике, наш будущий праздник, продлится, как бы вам сказать, ну практически больше, чем неделя. Даже если вы будете пить верхнеуральское пиво, сейчас еще раз объясню, не я буду говорить, люди говорят однозначно, утром все хорошо. Нету димедрола, нету ничего, нету абсолютно ничего. Как будто пили качественное удовольствие. Удовольствие, оно у вас будет, поверьте мне. Уж поверьте мне, так оно и случится. И поэтому вместо того, чтобы травиться, думать о всяком билиберде, ребятки, как бы вам сказать, сколько можно пить? Ну я не знаю, ну может быть вы три литра выпьете за течение праздника. Но утречком, утречком, допустим, если вы будете гулять, допустим, до трех часов дня, в смысле ночи, естественно, то вы в час дня следующего утра, без всякого пахмета, если вы будете пить качественное верхнеуральское пиво. Еще раз говорю, вы пьете качественное верхнеуральское пиво до трех часов ночью гуляете, а потом уже в час дня следующий день у вас там будет ноль, ноль, ноль. Вы понимаете, что такое? Ноль, это не похмелье. Не будет вообще ничего. Тема? Ну какая тема. Да-да-да, мы только что приехали с Карла Маркса 204. Там рядышком слева, в смысле справа, а слева от выхода располагается тот самый замечательный пивной бар, в котором вы можете посмотреть. А, кстати, сегодня играет в очередной раз хоккей. Я не понимаю, о чем идет речь, почему мы такие же поклонники хоккея. Давайте все-таки сделаем несколько вариантов пива. Для того, что самый лучший был бы дивный вариант на хоккее предоставить вам несколько сортов пива, а чтобы потом люди поняли, какой сорт пива они будут пить. Это же легко и просто делается. И без всяких тараканов и косяков это делается несложно. Телефон я вам сейчас покажу. Если у человека, который думает, что он даст вам возможность не только посмотреть хоккей, но и выпить качественного пива, вот он, телефончик. Вот ему позвоните, пожалуйста. Будет там два сорта пива. Одно из них Верхнеуральское, другое. И вот после этого вы поймете, какое вам пиво нужно пить. Это будет даже далеко не мой вариант. То есть, представляете, сколько народу за один заход поймет, где оно должно и какое пиво пить, когда пришел на хоккей. То есть 7000 человек в раз поймет, что лучшее пиво это только Верхнеуральское. Да-да-да-да-да. Это мой вам вопрос. Товарищи, которые занимаются хоккеем. Такая ситуация, да ведь. Но вернувшись на круги своя. Мы же говорим Новый год, да ведь? Про конкурентов я уже промолчал. Это отдельная тема. Ну да ладно. Теперь, что такое Новый год? А вы знаете, что пиво вареное из золотой Верхнеуральское вам предлагает не один, не два, а семь сортов пива. Все абсолютно разные. И во многом благодарность такому человеку, с которым я работал, с Андреем Хиловским. Это был один из лучших специалистов. Я буду про него также говорить. То есть мне в этой жизни повезло, да, повезло. У меня были самые крутые товарищи, с которыми я работал. Круче не было в природе своей, но не было. И Андрей Хиловский меня свозил в США, Турция, Северная Ирландия, Великобритания, Германия. И везде, и всюду. Я, вы думаете, там ничего не пил? Нет, я там пил пиво. Ну, я еще другое пиво пил, естественно. То есть это не буду говорить, но там много чего было интересного. Ну, грубо говоря, я прокатился, ну, примерно в 15 странах-то я был. Разных. И в социализме, и в коммунизме. И-и-и-и-и. И-и-и-и-и-и-и-и. То есть везде. То есть когда мне говорят, что ты не был в странах капитализма, я говорю, я-то не был в странах капитализма. Это вы не были в странах капитализма, я там был. Так вот, я там пил пиво. Я вам серьезно говорю, все, что здесь делается, разнообразие сортов пива, сделанного на Верхневральском пивном заводе, естественно, оно вам говорит, что пиво – это разное вкусовости и разности почувствости, очумовастости, бытиястости. О, как! Клево, как, да? Кто же это умеет говорить? Только я, наверное. То есть один день вы пьете одно пиво, второй день пьете другое пиво, третий день пьете третий пиво. Ну и так, семь дней, ну там же семь дней, плюс-минус. Естественно. И самое забавное, и самое забавное, самое забавное, что каждое утро вы встаете абсолютно спокойными, с чистой головой, нежелания просраться у вас нету, нету желания проблеваться. Такие иногда пиво тоже, ну, мы ничего не будем говорить. Но если вы в какой-нибудь девятке штуки три шлепнете, это вам жопа будет еще та. Я имею в виду из той оперы, что пиво у нас не делается вообще вроде своей. То есть давайте все-таки определим, что качественное пиво, оно должно быть натуральных сортов, качественного брожения. А для того, чтобы вы это видели, вы залазите на YouTube и смотрите, какое пиво я вам говорю, какое пиво вы можете пить. Это отличное пиво. Вот, вот теперь хорошо. Вот, теперь это очень большое удовольствие. Почему это большое удовольствие? Потому что я в тех самых замечательных пивных барах. Это настоящий пивной бар. Без всяких тараканов и косяков. Абсолютно без всяких тараканов и косяков. Потому что, потому что вы здесь пьете лучшее удовольствие. Не удовольствие, сейчас, сейчас еще разочек, чтобы было красиво, интересно, вкусно. Чумово. О, это, 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 то, что дает вам гармоничное сочетание грамотного, хмелевого, длительного, качественного, изумительного пива варенья, которое не имеет ничего общего с добавлением дрожжей. Этого здесь нет. Вот это та самая тема. потому что, когда вам по ушам протирают и показывают ту его хучу пива, еще раз объясняю, это же вы же должны понять, как все это делается. Когда я вам показывал, то есть, представляете, чан, грубо говоря, там, кубов, наверное, на 50, это там, большой чан, то есть, это даже не чан, на три куба. Три куба, это что такое? Это стандартная штука, которая у вас, называется, вода. Ну, там не сильно это многое разбежется, да? Ну, будем считать, что вот от трех до пяти кубов вот эти чаны, которые мы видим, да? Ну, примерно. Может, поменьше, ну, примерно, из той же оперы. А чаны в 50 кубов, это как вы их чистить-то будете? Алло! Алло! Вы понимаете, что это практически невозможно сделать? Да, это уже отдельная тема, естественно. И потом, после этих чанов вываривается количество пива просто сферы большое. Я не знаю, о чем идет речь. Понимаете? Если бы это было бы все по уму, а так получается, что вам предлагают несколько пивных заводов, которые делают это не на одно место, не на один завод, это в смысле один завод предлагает вам такое количество пива, которое может завалить половину страны. Один завод половину страны. Это нормальное явление или нет? Господа, ну, будьте с мозгами. Я все прекрасно понимаю. Хорошо. Но, чтобы это было классно, из ориентировочного вам необходимо, это нельзя больше делать, это надо быть дебилом, тупорылым, чмарем. Понимаете? В Самаре есть один пивной завод, который, в принципе, это называется на дне, который очень хорошо дает возможность попить вот такого пива. И не буду ничего говорить о тамошних человеках, которыми этими делами занимаются, но у меня возникает вопрос, насколько все хорошо и красиво. То есть, в Магнитогорске, вот теперь сядьте вот на стулы или где вы там сидите, вы когда-нибудь пили самарское пиво? Нет, не пили, потому что его невозможно было до отсюда довезти. Ну, невозможно, и все. Это просто было сделать невозможно. В свое время у нас были три пивных завода. Магнитогорский так себе давал, белорецкий более-менее, а лучше, конечно, это был Верхневральский завод. И вот они работали на эти предприятия. И сегодня и сейчас есть тот самый Верхневральский завод. Вместо того, чтобы вам по ушам проезжать, вот так, хоп-хоп-хоп, сделать побольше количество заводов. Ребята, в свое время, в свое-то время, когда у нас водка была качественная, и она принадлежала государству, государство кормилось. Сделать это, ребята, сделайте, и тогда вы будете пить качественное пиво. А так, качественного пива нет, нет в природе своей. Вот человек пришел сюда, он это делал, точно понимает, что лучшее пиво это Верхневральское, тут даже базар идет. И пока я пробегаюсь по сути событий, вы не видели не в режиме конец осени. Тут ведь вопрос во времени. Но конец осени великолепно смотрится на Капсомольской 25. Время идет, время меняется, но неизменным остается качество пива лучшего, пива сделанного с любовью, пива Верхневральского. И тут будет небольшая вставочка. Вы уж посмотрите внимательно, а то в Верхневральске тоже есть пиво, есть, из обыкновенной водонапорной воды, как и в Магнитогорске. Да, 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 мы говорим про что? Мы говорим про то, что я только-только начал снимать, это есть, я не буду говорить про рекламу. Вы знаете, реклама двигателей торговли, а лучший способ рекламировать телевидение, естественно. Но, к сожалению, у нас почему-то запретили это делать, почему-то у нас только про пивной завод Балтика идет разговор, хотя почему, хотя почему, не понимаю, почему, я не знаю, о чем идет речь. Но, тем не менее, люди, после того, как я начал снимать, при мне уже три человека только с кегами вышли. Чуть-чуть дальше есть другой завод. Вот такое местечко своеобразное. Да я не противник того, что вы делаете в Магнитогорске, но Магнитогорская вода, она никогда не находится где-то даже рядышком с водой Верхневральской. Ну, не получается ничего. пиво. Это было в свое время, это делается и сейчас, потому что, когда мы пили пиво в детстве, естественно, ну, было такое событие, лучший вариант был все-таки Верхневральское пиво. Это жизнь. То же самое, что, когда мне говорят, а пиво ли ты Жигулевское пиво? Да, пиво. И когда мне говорят, а пиво ли ты Верхневральское пиво? А в Риге? Ну, к сожалению, вот я не был в Чехии. Это единственный возникает вопрос из того, что здесь производится. А так все остальное пил и все остальное ровно такое же, как пьется там. То есть, я еще раз напоминаю вам, что вы можете не париться. Праздники будут. Праздники будут красивые. Праздники будут с удовольствием, если только вы будете включать свои мозги. Не надо пить всякое говно. Ну, поверьте мне, это вам не нужно в природе своей. Вам это нет необходимости его пить. Пейте то, что вам дает человек, который это дело сделал. А, 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 а. Он это сделал красиво. И мне сказки рассказывают про пивные бары. Давайте все-таки определимся эти три пивных точки. Эти три пивные точки, они четко выдают вам то, что нужно. Это пивные точки чисто Верхневральского пивного завода. И даже если кто-то что-то будет покупать, то, скорее всего, дешевле, чем здесь цены не будет. Потому что это и есть те самые точки Верхневральского пивного завода. И вот вы сюда пришли и пьете то же самое пиво, которое вы можете брать на разлив. Цена абсолютно одинаковая. то есть этот бар вот сейчас будет сейчас будет очень грамотный сюжет из того, что я хочу вам объяснить. Так вот, в этом баре на пиве не зарабатывают. Не зарабатывают вообще. Вы меня понимаете? Вам это надо понять. Вам, кстати, тоже надо догадаться. Вы не думаете, что Верхневральское одно пиво? Нет. Но самое лучшее пиво это самого Верхневральского пивного завода. Знаете, почему? Сейчас немножко расскажу. Или вы думаете, с какой зоны, с какой глубины вам подается вода? Так с какой глубины? 5 км по стороне. Вот здесь в принципе все написано. Вот. с глубины 120 метров. С глубины 120 метров. Это вам не просто питьевая вода, которая есть в Верхневральске. Вы понимаете разницу? То бишь, когда пришел тот товарищ, который хотел посмотреть, где у нас качественное пиво используется, из какой глубины вы думаете, что он не проглубил? Проглубил. Он много там где лазил, естественно. Всю территорию Урала от начала и до конца прошел и понял, что лучшее пиво где готовится? Так где готовится лучшее пиво? Верхневральске. И вот с той же самой глубины идет исходящий вариант качественного алкоголя. Потому что это качественный алкоголь, это алкоголь традиционный. в этом традиционном алкоголе полностью отсутствует что там полностью отсутствует? Вода, добавки и спирт. Ну нет там этого. Ну этого нету в природе своей. То есть когда вы сейчас будете пробовать что-то, вы должны пункт номер один понять, почему вам это делать необходимо. Так почему вам это делать необходимо? потому что я не сторонник вашего жесткого похмелья. Его не должно быть в природе своей. Почему мы говорим про исключительность? Потому что это исключительное пиво, но вы кстати не будете с него жестко болеть в природе своей. Ну грубо говоря полтора литра это те самые 50 грамм. Просто растворимые. То есть полтора литра растворяется в трех литрах пива. О, какой? Полтора литра пива. И получается те самые 50 грамм. Я ничего не буду говорить, но как это еще можно объяснить, когда врачи про это советуют? То есть женщина меньше, мужчина не более 50 грамм. Женщине в принципе хватит литра, мужчине полтора. При этом это все-таки то, чем мы питаемся. Потому что когда я прихожу туда, на Верхневуральский завод, у меня такое дикое ощущение, я так есть хочу. Я реально там хочу есть, потому что там аромат, там просто что-то. Вас туда, конечно же, не пустят, если вы сильно не попросите, то, может быть, вам это дело сделают, и тогда вы поймете, что это за удовольствие. Я бы, кстати, порекомендовал, допустим, туристическим сезоном съездить, кстати, на Верхневуральский завод. Это был бы хороший вариант, чтобы люди посмотрели, как все это делать. Конечно, надо будет полностью переодеться, но это вы сможете сделать, это не проблема, и понять, что вот это пиво, вот это, да, вот это то, что должно быть. Теперь другой вопрос, возвращаясь к оконцовке и к началу нашего сюжета. Давайте все-таки определимся. И когда это дело-то закончится, я хочу, чтобы в первый день года 2024 вы вышли не с жесткого похмелья, а с качественного удовольствия, которое вам предлагает Верхневуральское пиво. Хорошая тема? Очень хорошая.